5 рублей времени Николая 2 1910 года. Всего 5 экземпляров настоящее украшение коллекции. Здравствуйте зрители канала заметки нумизмата, я Дмитрий Савин и сегодня хотел показать вам еще одну интереснейшую красивую монету. 5 рублей времени Николая 2 1910 года со знаком Эбэрикум Бабаянс, медсмейстер монетного двора в последний период чеканки монет на Петроградском монетном дворе, тогда еще сам Петербургском. Последние золотые монеты на Петербургском монетном дворе чеканья из 1909-1911 году. Небольшие тиражи номиналом 10 и 5 рублей. Причем точно даже не удается в наши дни достоверно установить сколько, какой монеты на чеканья. Известно, что примерно 1150 было на чеканья 10 рублевых монет, вероятно с датой 1910-1909, возможно 1911, но это не точно. И порядка, наверное, 300 тысяч монет номиналом 5 рублей. Причем встречаются они в весьма сложном соотношении. Петерок 1909 года встречается достаточно много, хотя все же они несомненно относятся к категории R и являются желанными и редкими монетами. Петерок 1910 года в разы меньше, то есть не в два, а в три-четыре раза меньше. Ну и конец, самые редкие пятерки 1911 года. То ли их меньше других было на чеканья, в составе тех примерно 300 тысяч, о которых мы знаем, то ли большая часть из них попала в закладки храмов, о чем свидетельствуют некоторые данные. И, собственно, в наши дни большинство этих пятерок 11-го года приходят именно после того, как где-то обычно в республиках бывшего Советского Союза ломают старые храмы, монеты из основания изымают, появляются они на мимизматическом рынке, обычно весьма непрезентабельные, следами строительного материала, цемента, покорябанные, поцарапанные, очищенные, не все, но большая их часть. Поэтому пятерки 11-го, конечно, остаются очень желанными и часто далеко не самыми красивыми. Пять рублей 1910 года составляет ту самую золотую середину, когда эти монеты хоть и редко встречаются, но обычно в очень хорошем состоянии, красивые, яркие, замечательные. На них также, как и на пятирублевках 1911 года, большой, красивый, хорошо прочешенный рельефный орел, с большой центральной короной, объемной державой в лапе орла, но настоящее украшение, сильно отличающиеся от монет предыдущих годов чеканки. Попадаются такие красивые экземпляры от силы несколько раз в год, сколько и сохранилось до ваших дней, сказать нельзя, но явно речь идет о считанных сотнях штук. Вот, к примеру, экземпляр, который сегодня я демонстрирую вам, 5 рублей 1910 года в грейде МС-64 является чрезвычайно редким. Всего 5 экземпляров загрежены в нумизматическом национальном реестре с грейдом МС-64 и МС-65. И в реальности, насколько известно мне, та одна монета, которую получил и грейд, МС-65 сейчас уже переоценена в более низкую категорию. Так что представленный вам сегодня экземпляр ВМС-64 является одной из пяти лучших зарегистрированных в национальном нумизматическом реестре монет этого типа в ярком блеске, с шикарной протеканкой деталей, настоящее украшение коллекции. И, конечно же, отдельно обратите внимание на форму орла, на замечательную большую корону, на ту самую объемную державу. Даже на такой небольшой, казалось бы, признак, как небольшие зазубринги-засечки на шее на портрете Николая II. Странный дефект, который проявился впервые еще на пяти рублевых монетах 1909 года и встречается и на монетах 1910. Это позволяет говорить о том, что, вероятно, базовый инструмент используется один и тот же, или копировался один и тот же базовый инструмент, с уже появившимися там в 1909 году дефектами зазубринами. Почему встречается этот дефект буквально почти на всем тираже 1909 и на всем тираже 1910 года. А вот на особенности орла, на ту самую большую центральную корону, на объемную державу не зря, советую обратить свое внимание. Известны случаи, когда монеты переделывают из монет предыдущих годов. Да, конечно же, в этом случае можно увидеть следы перерезки даты, но, конечно же, поддельщики люди хитрые. Они всяко гримируют монеты под походившие, поцарапанные, потертые, списывая все возможные недостатки следы перерезки на якобы следы обращения. И зачастую отличить подлинную монету 1910-1911 года от поддельной можно, именно сличая особые элементы. Слава Богу, что они на этих монетах есть. Будьте внимательны при приобретении таких монет. Рассматривайте их как можно внимательнее, тщательно сравнивайте с качественными фотографиями, в том числе с известных аукционов, чтобы вас не обманули ушлые поддельщики монет. Монета, кстати, у вас может казаться подлинной, но не того изначально года. Одна из самых редких пятирублевых монет времени правления Николая II, 5 рублей 1910 года, к тому же высокой оценки стояния ЭБС-64. На сегодняшний день это высшая оценка для пятирублевых монет 1910 года в национальном нумизматическом реестре. И известно лишь четыре экземпляра в таком высоком стоянии с ярчайшим блеском и хорошей прочеканкой деталей. Обратите внимание на рельефную большую центральную корону большего размера, чем до монет предыдущих лет чеканки. Объемную державу у Лапи Орла также ярко выраженный отличительный элемент пятерок последних лет чеканки. И в целом высокий приподнятый рельеф этой монеты. Также видны очень характерные задиры на шее портреты Николая II, которые, вероятно, принесены на монеты этого типа первичным инструментом, таким же, который использовался в 1909 году. Состав металла поверхностного слоя 5 рублей 1910 года аналогичен золотым монетам Николая II предыдущих годов. Содержение в серебра 0,3%. Еще раз призываю вас к внимательности. Но если уж есть возможность, то приобретайте заведомо подлинные экземпляры, прошедшие экспертизу в высоком состоянии, чтобы монета вас радовала. Большой вам нумерматической удачи. До следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова